Мы уже получаем сигнал 80 миллионов сомов. Очень маленькая компания. Что это за компания? В истории Кыргызстана не было такого 3 миллиарда сомов, 300 миллионов сомов. И у нас даже может не хватить. Ну, саламфинанс работает уже 13 лет. Она создана в 2007 году. И довольно такой интересный путь прошла. Если взять просто последние 10 лет, у нас в 2010 году активы составляли 80 миллионов сомов. Сейчас составляет 3 миллиарда сомов. То есть за 10 лет последний рост составил 40 раз 100. Это где-то около 4 тысяч процентов. Мы, наверное, больше отработали именно с культурой, с корпоративной культурой. По вопросу корпоративного управления. Вначале это была очень маленькая компания. Сейчас она разрослась. 18 тысяч клиентов. Мы по всему Кыргызстану работаем. Выход на IPO – это вот в переводе с английского, это получается инициатива публичного предложения. То есть мы инициируем такие действия, что мы публично предлагаем купить наши акции. То есть нам нужен капитал. Нам нужно для своей финансовой устойчивости привлечь средства. И мы выходим на рынок, продаем свои акции. И за счет этого формируем капитал. Как нам сказали, что в истории Кыргызстана не было такого случая, чтобы компании открыто выходили и продавали свои акции. В мире эта практика такая существует. Это, допустим, путь для построения компаний и больших компаний. То есть это увеличение масштаба деятельности получается. Через фондовые рынки открываются мировые компании. Сейчас все известные технологичные компании, они тоже через фондовый рынок выходят, привлекают капиталы и именно работают через IPO. И сейчас, допустим, люди, население не ждут, допустим, от правительства каких-то там прорывных вещей. И недавно то, что космический корабль был запущен, уже именно это была частная компания, которая тоже привлекает капитал через IPO на фондовом рынке. КОНЕЦ Наверное, где-то последние пять лет готовность компании развивалась. То есть, чтобы выйти на IPO, компания должна быть организационно, внутренне готова. А именно практические действия, юридические действия, принятие решения, переговоры с акционером, они были последние полтора года. У нас положительные ожидания, потому что вот перед тем, как выйти на IPO, мы как-то не просто вышли, да, без подготовки. Мы работали на этом рынке ценного бумага около пяти лет, с 2015 года. Мы выпускали облигации, посмотрели этот сегмент, как работает, есть ли там покупатели, интересуется ли население новыми инструментами. И также показали компанию. Мы выпустили за эти пять лет пять выпусков облигаций на общую сумму 300 миллионов сомов. Из них большую часть уже погасили. То есть, увидели, что люди интересуются такими инструментами, как ценные бумаги, в том числе вот облигациями и акциями, да. И я думаю, что будет спрос, будут... Мы уже получаем сигналы, что есть интерес от населения, от предприятий. И часть даже вот то, что мы хотим разместить акции, уже зарезервировали, забронировали. То есть, может получиться так, что вот желающих будет больше, и у нас даже может не хватить этих акций. Вообще, когда инвестируешь в какой-либо бизнес, то надо смотреть, что это за компания, изучать его финансовую отчетность, смотреть его историю, смотреть на его репутацию. Можно даже прийти в эту компанию, посмотреть, там, есть ли спрос, есть ли клиенты, как там услуги качественные и качественные, и принять решение. То есть, клиент может прийти и вот все, провести свою оценку и выбрать, допустим, салон финансов, да. И если подходить по этим критериям, то сама история показывает, да, что мы успешно развивались, да. Мы все вот эти годы были прибыльными, рентабельными. Мы делали различные операции, выпускали облигации. То есть, мы, как микрофинансовая организация, очень много вот сделали первыми, да. Получили лицензию в иностранной валюте, получили депозитную лицензию. И мы сейчас тоже являемся единственной компанией микрофинансов, которая имеет депозитную лицензию. И клиент это может оценить. И плюс то, что мы местная компания, отечественная компания, если они хотят чисто эмоциональную составляющую, если хотят поддержать отечественную компанию, то исходя из этого тоже могут вложиться. Продолжение следует...